Всем привет! У микрофона Древний Орг, а значит настала пора очередного интересного и полезного ролика по игре The Elder Scrolls Online. Сегодня у нас речь пойдет о некроманте танке. Рассмотрим, может ли некрас быть танком, все плюсы и минусы некраса танка. Стало интересно, тогда я начинаю. А вы пока лайк, подписка, колокольчик, в общем все как положено. Итак, поехали! В предыдущем видео про некромантов ТСО, ссылку на которое вы видите сейчас в правом верхнем углу экрана, где мной был сделан обзор на класс некроманта в целом, я заявил, что из некраса можно сделать отличного танка. Я сам лично перепробовал разных танков за другие классы и в итоге остановился на некротанке и готов теперь поделиться с вами впечатлениями. Давайте рассмотрим моего некротанка как пример. Сразу же оговорюсь, что я не истинно в последней инстанции, вариантов сборки может быть несколько, а я собрал так, как хорошо мне и как хорошо для пати. Если у вас есть конструктивные замечания и предложения по билду, добро пожаловать в комментарии, я все читаю и на все отвечаю. Итак, как и положено танку, некротанк носит тяжелую броню. Два сета тяжелой брони плюс монстр. Конкретно на моем танке надето тело Коготь Юлна Крина. Этот сет просто мастхэвище для всех танков, выбивается из солнечного шпиля. С помощью этого сета вы получаете дополнительную защиту от мобов и боссов подземелий, а также провоцируя противника, то есть агря мобов и боссов, разгоняете урон своей пати. Вторым сетом у меня выбран дозор Серебряной Розы, который выбивается из ДЛС данжа Оплот Алый Лепесток. Данный сет позволяет нам приблокирование и резать урон мобов и боссов. Мне показалось это интересно. Монстр сет, шапка и плечо. У меня выбран лорд надзиратель. Шапка выбивается в ветеранской версии данжа Тюрьма Имперского Города. Хардмод для этого проходить не надо. Плечо выбивается рандомно у орга Лаги Бич Вождей, то и самое неустрашимое, которое дает квесты на ДЛС данжа. Данный монстр сет дает вам и членам группы, которые стоят рядом с защитой от урона. Следует отметить, что сетов в игре как грязи, то есть ввоз и маленькая тележка еще в придачу. Я просто вангую, что в комментах будут предлагаться различные варианты, так что есть из чего выбрать. Уже исходя из сетов, понятно, что мой некротанк защищен сам, дает защиту другим, при агре увеличивает урон своей пати, а при блокировании снижает урон, исходящий от мобов и боссов. Едем дальше. Характеристики на своем танке я распределил следующим образом. 10 очков в магию, 40 в здоровье, 14 в запас сил. Почему так много в здоровье? Потому что у некротанца сила многих умений зависит от количества его здоровья. На первую панель умений мы берем щит и одноручное оружие. В моем случае меч. Мне кажется, тут не принципиально, какое оружие у вас будет. Главное, чтобы был в связке с щитом. Итак, у меня на первой панели выставлено первое умение из ветки щит и меч в морфе пробивание брони. Это наш основной агр. В данном морфе мы еще и режем резисты у босса и мобов. Второе умение из ветки щит и меч в морфе героический выпад. Это умение позволяет снизить урон противника и ускоряет набор ульты. Третье умение. Это внутренний гнев. Из ветки неустрашимые. Это наш агр на дистанции. Четвертое умение. Это четвертое по счету умение из ветки живая смерть в морфе призрачный страж. Он же полотенчик или тряпочка. Лечит вас или союзника с низким уровнем здоровья. А также 10% урона по вам забирает на себя. В горячих замесах лучше призывать его по КД. Пятое умение. Это второе по счету умение первой ветки костяной тирану в морфе манящая броня. Это наш щит от урона. А также пассивная притягивалка на себя мобов с дальней атакой. Кидаете на такого моба внутренний гнев. Он стреляет в вас. Броня его притягивает к вам. Оружие на передней панели зачарено на слабость. Что снижает силу оружия и заклинание цели. Пройдемся по второй панели. На второй панели установлено оружие морозный посох. Зачарование. Крушитель. Чтобы резать резисты. Первое умение. Оно же второе умение из ветки посох разрушения в морфе морозная преграда. С помощью этого умения раздаем крушитель. Режем резисты и накладываем на пати защиту от дальнего урона. Второе умение. Жуткий могильник. Это третье по счету умение из ветки могильный владыка. С помощью него наносим урон. Режем физическое и магическое сопротивление мобу. Третье умение. Первое умение из второй ветки костяной тиран. Разрушительная жатва. Она же коса некроманда. Данное умение навешивает дот. То есть урон по времени на мобов. Это вас хилит. Каждое третье применение косы выводит мобов из равновесия. Что при определенных механиках увеличивает входящий урон по противнику от дамагеров. Четвертое умение. Некротическая сила. Это третье умение из этой же ветки. Это наша хилка. Здоровье восстанавливает путем вытягивания остатков жизненной силы с трупов вокруг танка. Также этот процесс ускоряет набор ульты и на 3% режет весь урон входящий в вас. Пятое умение. Это хилка, которой нужно иметь всем быстрый клич из пвп ветки штурм. Иногда ситуативно я беру умение тотема агонии из второй ветки. Данное умение контролит мобов, заставляя их застывать на месте от ужаса. Если союзник использует синергию с тотема, то ближайшие мобы получают урон и станут более уязвимы к урону на некоторое время. Пассивки выбираем все. Из всех классовых веток. В ветке неустрашимых. Все пассивки. Одноручно оружие ищет. Все пассивки. Посох разрушения. Все пассивки. Тяжелые доспехи. Все пассивки. У некроманта 3 ульты, как и положено по количеству веток. Первая ветка это чумной колосс. Наносит урон и режет резисты. Вторая ветка ненасытный исполин. Вы превращаетесь в исполина скелета с кучей здоровья и восстанавливаете здоровье, пока ульта действует. Третья ветка оживление. Это больше ульта для некрохила. Но иногда и танк может использовать ее, чтобы мгновенно поднять из мертвых трех союзников. Я лично использую ульту Яростный Рог. На первой панели это умение из пвп ветки Штурм. Данное умение разгоняет критический урон и увеличивает ресурсы у пати. Естественно на время. Если в пати есть хил, который дует в дудку по кд, за что ему спасибо, то я буду использовать чумного колосса. Так как два горна не стакуются. Второй ультой у меня является ненасытный исполин. Это так сказать палочка-выручалочка. На тот случай, если в потной катке запахло керосином и нужно срочно не упасть. Пройдемся по расам. Из рас я бы посоветовал золотую триаду Норд, Арганианин или Имперец. У Арганианина отличный сустейн за счет расовых обилок. У Имперца прибавка к здоровью и стамине. А также снижение стоимости умений, а значит хороший сустейн. Я лично выбрал Норда. У него хорошие резисты и самое главное ускоренный набор ульты за счет расовых пассивок. Как набирает ульту мой Некротанк Норд? Во-первых, она растет быстрее за счет расовой обилки Закаленность. Затем набор ульты ускоряется за счет героического выпада и при помощи Некротической силы. И также ульта растет на силовых и Лайт Атаках. По моим ощущениям, ультимативное умение набирается очень быстро, что безусловно полезно для пати. Так, теперь давайте посмотрим чемпионку. Зеленую я смотреть не буду. Здесь ремесла, крафт, удобство. Это вы сами там посмотрите, что вам лучше. В крафтовые пассивки вкладываться или быстрее на лошади, скакатель. Или чтобы еда на вас более длительно действовала. Это вы сами тут смотрите. Это очень индивидуально. И на самом деле это не влияет на танка. Ровно еще там практически никак. Нас больше интересует вот синяя ветка военное искусство и физическая форма. В синей ветке у меня выбраны Несокрушимость. Получаемый вами урон от атак по площади уменьшается на 2% за каждую стадию. Итого у меня он уменьшается на 10%. То есть все АОЕ атаки от боссов у меня режутся на 10%. Оплот. Пока у вас в руках щит или морозный посох, ваша физическая и магическая сопротивляемость увеличивается на 1900. То есть прибавка к резистам. Бесконечная выносливость. Максимальный запас сил увеличивается. В моем случае на 1300 единиц. Прочность. За щитной стойки вы получаете щит, поглощающий 5911 единиц урона в течение 3 секунд. Этот эффект может срабатывать не чаще, чем раз в 10 секунд. Довольно часто срабатывает, отдает дополнительную защиту. Вот я выбрал такой вариант. Далее вы смотрите. Здесь очень много пассивных умений, которые не требуют того, чтобы их выставляли вот сюда на панель. Все пассивки, там, про отхил, про увеличение магии, там, я не знаю, на крит, вот, увеличение, там, увеличение показателя критического удара. Без разницы, танк, вы, хил или кто, запомните раз навсегда. Все пассивки, если у вас есть очки, все пассивки открываем, чтобы было. Все для фронта, все для победы. Их не надо выставлять сюда, они на вас пассивно влияют. То есть, все, что вы можете открыть, все открываем. Едем дальше. Физическая форма. Здесь больше про ПВП и есть у нас немного про танков. Что я здесь выбрал? Мастер обороны. Урон, получаемый вами во время блокирования и по действиям щита, уменьшается на 2% за каждую стадию. Итого на 10%. Несокрушимая защита. Пока вы находитесь в бою, количество урона, которое вы можете заблокировать, увеличивается на 4% за каждую стадию. Однако, ваша скорость передвижения уменьшается на 16% на всех стадиях. Итого, увеличение эффективности блокирования на 20%. Третье умение. Поддерживающий щит. При успешном блокировании атаки, вы с вероятностью 15% восстанавливаете 149 единиц здоровья за каждую стадию. Итого 735 единиц здоровья. Бастион. Эффективность поглощающих урон щитов и урон, наносимый противником со щитами, увеличивается на 3% за каждую стадию. Итого, увеличение эффективности и наносимого урона на 15%. Вот он здесь, бастион. Вот здесь мастер обороны. Несокрушимая защита. И поддерживающий щит. Все вот они вот здесь. Отсюда мы забираем все пассивки, связанные с блокированиями. Прерывающими ударами. Кстати, если вы ДД, то тоже вот это все забираете. Как и в случае с синей веткой, все пассивки, до которых можете дотянуться, которые на вас пассивно влияют, все открываем. Их не надо, еще раз повторяю, их не надо сюда выставлять, они на вас будут действовать пассивно. Если у вас другое видение, добро пожаловать в комментарии. Расскажите мне, как вы вы расставляете чемпионку. Может быть у вас есть какие-то замечания, предложения. Мне было бы интересно почитать. Как бы с чемпионкой все. Давайте посмотрим, какие трейды и зачарования установлены на броне. Вообще, я должен сразу сказать, что это абсолютно индивидуально. Вы должны сами думать о том, какие вам нужны трейды и какие вам нужны зачарования. Ну, кроме оружия. На первой панели у нас слабость, а на второй крушитель. А что касается брони, тут вы сами смотрите, каких вам ресурсов не хватает, а вы накидываете. У меня вот, например, все практически зачаровано на максимальное здоровье. Ну, для того, чтобы разогнать здоровье танку и использовать умение некроманта. У него многие умения зависят от количества здоровья. На голове я, например, немножко накинул магии, чтобы чуть было побольше, там на тысячу. В основном у меня стоит насыщенность. Вот, насыщенность. Увеличивать силу зачарования. То есть, больше здоровья в данном случае даю. В двух случаях у меня стоит стойкость. Затраты на блокирование снижаются на 4%. Мне этого достаточно. Вы смотрите по ситуации, достаточно ли вам. Тут нельзя вот сказать, как-то вы прямо единая формула. Вы должны сами думать, как вам лучше это сделать. Камень Мундуса у меня выбран. Дар Камень Лорда. Увеличивает максимальный запас здоровья на 2427. Итого у меня 39 тысяч здоровья без еды. 44 с половиной тысячи здоровья с едой. Таким образом, мы имеем живучего танка, который разгоняет урон, режет резисты, контролит, подхиливает, стягивает на себя трэш. Как по мне, отличный танк получился. Если хотите больше подобных видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, залетайте на стримы и в дискорд. Все ссылки в описании. Кстати, напишите, хотите ли вы видео про Стам Некроса и Мана Некроса. Я в принципе планирую сделать эти видео, но горячая поддержка этой темы в комментариях серьезно ускорит их появление и выход. Спасибо всем, кто досмотрел данное видео до конца. Всем до скорой встречи и удачи.